Непростое детство Уолта Релаяс Дисней, которого мы знаем как Уолта Диснея, родился 5 декабря 1901 года в Чикаго, но почти все детство провел сначала в штате Миссури, затем в Канзас-Сити. У него было три старших брата, Герберт, Рэймонд, Рой и младшая сестра Рут. Его отец страдал пограничным расстройством личности, из-за чего мог внезапно наказать детей или отругать без причины. Это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь мультипликатора, в сценариях его мультфильмов почти нет счастливых полных семей, зато представлены практически все проблемы детско-родительских отношений. Свидетельство о рождении Диснея гласило, что он на 10 лет старше, чем на самом деле, но на это долго никто не обращал внимания. Сам Уолт пытался разобраться в этом вопросе уже взрослым и даже подозревал, что он незаконнорожденный. Но эта версия в итоге не подтвердилась. С 14 лет Уолт подрабатывал разносчиком газет, а во время войны записался добровольцем на фронт и водил санитарные машины Красного Креста во Франции. Вернувшись в США, Уолт Дисней начал работать на ярмарках, развлекать публику фокусами и шутками. Кроме того, он снимал рекламные фотографии. В 1920 году он получил работу в рекламном агентстве, а вскоре открыл в Канзас-Сити собственную маленькую студию Love O'Grams, которая быстро прогорела. Дисней не отчаялся и переехал в Голливуд, где в 1923 году создал новую студию, ныне известную на весь мир. Образ доброго дядюшки Диснея, который активно продвигался в прессе. А многие так думают до сих пор, разбивается в дребезги, если вдаваться в детали. Так, Дисней был скрягой почища Скруджа Макдака из утиных историй. Он всеми силами стремился не повышать зарплату сотрудникам своей студии, выступал на забастовках и запрещал им вступать в рабочие профсоюзы. Зачинщиков забастовок Дисней увольнял без раздумий. Одна из забастовок длилась два месяца, и все равно ни к чему не привела. Дисней считал, что женщины не способны на творческие подвиги, и с неохотой нанимал их на работу. Несмотря на все это, работа на его студии считалась весьма престижной. В 1936 году на 35-летие Диснея сотрудники студии нарисовали мультфильм с Микки Маусом и Мини Маус, в котором обыграли ситуацию с зарплатой и забастовками. Уолт поаплодировал этой затеей, а потом спросил, кто автор из затей, прилюдно уволил их без выходного пособия и покинул помещение в полной тишине. Многочисленные друзья и близкие Уолт и Диснея говорили, что на публике он милый, а дома – настоящий тиран. В полной мере это поняла его жена Лилиан Боунтс, которая работала у Диснея секретаршей. В 1925 году они поженились, и 8 лет безуспешно пытались завести ребенка. Уолт, чья работа приносила все больше денег, очень переживал из-за этого и вымещал гнев на жене, которая пережила несколько выкидышей. Наконец, в 1933 году у них родилась дочь Даяна Мэри, которая впоследствии стала заниматься многими делами студии. Дисней мечтал о большой семье, но врачи сказали, что шансов на рождение второго ребенка у них мало. Так что в 1937 году пара удочерила малышку Шерон Мэй. Уолт был примерным отцом и отлично справлялся со своими обязанностями, дети души в нем не чаяли. В 1938 году в жизни Диснея произошло событие, которое он не смог себе простить до конца жизни. Когда киностудия начала приносить доход, а мультфильм «Белоснежка» и «Семь гномов» побил все рекорды проката, Уолт купил родителям дом в Северном Голливуде. Они переехали туда осенью 1938 года, будучи уже в почтенном возрасте. Не прошло и месяца, как в доме начались проблемы с газовой трубой. Дисней отправил на починку ремонтников, работавших на его студии, они вроде бы устранили поломку. Но 26 ноября мать мультипликатора Руд Дисней внезапно умерла от отравления газом. Оказалось, рабочие были недостаточно квалифицированными и не заметили утечку. Напрямую у Уолта никто не обвинял, в то время и не было принято судиться из-за халатности рабочих, которые к тому же не были направлены в дом его родителей официально. Тем не менее на Диснея смерть матери произвела огромное впечатление. С годами Дисней пристрастился к алкоголю и выкуривал по три пачки сигарет в день. Кроме того, ему диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, из-за которого мультипликатор постоянно мыл руки. 26 статуэток Оскар, 111 фильмов Уолта как режиссера и почти 600 как продюсера не могли улучшить ситуацию, мультипликатор замкнулся в себе и чувствовал себя все хуже. В 1966 году Уолту поставили страшный диагноз – рак легких. Лучшие врачи и огромное состояние не помогли. И 15 декабря Дисней умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но также вошел в историю как один из самых сложных в общении людей. Фото-гэто-имиджес. Фото-гэто-имиджес 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 Продолжение следует...